Художница Юлия Мордвинова родилась и выросла в Сарове. Училась в художественной школе, а после девятого класса поступила в художественное училище имени Рериха и уехала в Санкт-Петербург. Затем получила высшее художественное образование в Санкт-Петербургском институте декоративно-прикладного искусства. С 2003 года Юлия живет и работает в Норвегии. Ее работы представлены на выставках в Ставангере, Лондоне, Драмине, Санкт-Петербурге. В 2007 году картины Юлии экспонировались в городском музее в родном Сарове, а сейчас пришла очередь в художественной галереи. На открытие выставки и встречу с художницей пришли ее друзья, родные и учителя. Вот все работы Юлины здесь, они отличаются тем, что это не просто картинка, не просто открытка. Прибежал, о, красивенько, замечательно и дальше. Все эти работы, они требуют времени, осмысления. Нужно остановиться, посмотреть. Лучше, конечно, побеседовать с самим автором, потому что в каждой здесь картине заложен очень большой смысл. Особое место в экспозиции занимает книга, которую Юлия сделала сама «Золотые мифы Древней Греции». Работа началась еще в 2007 году и заняла 7-8 лет. Причем художница не только рисовала иллюстрации. Ходила на курсы переплета и книгу. Весь переплет от начала до конца, это такое волшебное действие, когда из разрозненных листов, куска кожи, картонок, ниток, потом появляется книга, то есть весь процесс я делала сама. Юлия рассказала о студенческих годах, работе за рубежом, о графических работах и о том, как пришла к этому стилю, ответила на вопросы гостей. Также речь шла о названиях. Не любое настроение можно передать и обозначить двумя-тремя словами. Но иногда названия рождаются раньше самой картины. Так было с двумя работами «Я солнце, но я река и». Название приснилось у меня, оно меня как-то взбудоражило. «Я солнце, но…» Какое противоречие заложено в этой фразе было? Какое может быть продолжение? Выставка Юлии Мордвиновой в художественной галерее продлится до конца декабря. Для лиц старше 6 лет. Екатерина Пёнова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24.